сегодня у нас 12 февраля 2020 года разговор у нас будет идти об аппаратных чистках об основных которые используются в косметологии и для начала я упомяну продукты которые чаще всего мы используем в процессе очищения глубокого кожи да то есть чистки потом мы поговорим о том какие вообще чистки бывают какие из них аппаратные обсудим нюансы применения ультразвукового пилинга гальванической дезинкрустации какие физические факторы используются как их правильно применять кому лучше сделать той или иной вид чистки да в какой программе лучше их использовать естественно какие то будут вопросы буду на них отвечать возможности и в конце мы естественно поговорим о домашнем уходе который будет пролонгировать эффект от наших кабинетных процедур немножечко упомяну хоть аппарат на этой не является у мануальной чистки что для этого нужно какой вообще стартовый как говорится набор расходников вас кабинете должен быть у нас в принципе похожая тема уже разбиралась можно в канала на канале нашем ю тубе посмотреть вот сегодня я постараюсь немножечко формат другой использовать то есть больше может быть на какие-то вопросы отвечать что-то попробую показать хотя бы на пальцах да потому что иногда увидеть один раз проще чем услышать да у меня для этого здесь есть аппаратики вот то есть есть для гальванической дезинкрустации который я использую мустанг физиомэлт и есть для ультразвукового пилинга аппарат чешский альвипраг вот на их примере я буду соответственно объяснять как работает тайная методика значит ну начнем как бы с препаратов потому что по любому для аппаратных или мануальных чисток для любого колец уход за кожей нам необходим очищающий какой-то препарат в данном случае выбор мой полна гель очищающий как универсальный вариант для демакияжа для удаления загрязнений ну собственно в любом протоколе и аппаратного и без аппаратного ухода в том числе и чисток сразу хочу заметить что не всегда пациенты приходят на процедуру любую да и в том числе чистку без мейкапа потому что люди все работают да процедура может быть запланирована на вечернее время и кстати даже хорошо если чистка запланирована на второй половине дня потому что солнце уже не активное нет тогда необходимости закрывать чистку средством солнцезащитным которые дополнительно несет нагрузку на кожу немножечко имеющую микро повреждения зачастую если делается чистка конечно сейчас чистки проводятся максимально травматично об этом я тоже упомяну но как говорится если происходит утром то желательно особенно при склонной сегментации использовать спф в конце вот поэтому соответственно пациент может прийти после рабочего дня как говорится в боевом раскрасе и одного очищающего геля для качественного снятия плотного зачастую профессионального макияжа может не хватить поэтому я рекомендую иметь в кабинете еще и какое-нибудь гидрофильное масло благо сейчас их очень много большой выбор достаточно неплохие корейские но имеется ввиду не самого дешевого какого-то формата как правило неплохие масла они начинаются где-то от 700 рублей и выше ну как правило 1000 1000 чем стоит можно ориентироваться на стоимость в составе должны быть базовые масла гидрофильном масле должны быть там 12 пава как правило да потому что это гидрофильное масло при контакте с водой должно эмульгироваться и говорится забирать собой загрязнения жира растворимые вот можно использовать не обязательно гидрофильное масло для первого этапа очищения кожи человека с плотным макияжем а молочко например то есть должно быть какое-то для начала жиросодержащие средства очищающие а потом уже остатки этого жиросодержащего средства как говорится мы смываем очищающим гелем значит гель очищающий все знают прекрасно кто с нами давно работает это совершенно мягкое средство которое не содержит ни одного агрессивного пава ни лурет сульфат ни лурил сульфата вот и поэтому не разрушает гидрофильный барьер не нарушает защитную функцию кожи очень дружественно относится к микробиому прекрасно удаляется с кожи и при этом хорошо очищает можно использовать и для глаз так как глаза не щипят нет агрессивных пав и для собственно всех участков остальных кожи дальше мы после поверхностного очищения одноэтапного ли двуэтап двухэтапного то есть если плотный макияж используем сначала какой-то жиросодержащие очищающие средства потом используем гель очищающий и потом уже переходим к этапу глубокого очищения в программе чистки это собственно наша цель глубокое очищение кожи вот соответственно вопрос очень часто возникает когда использовать на каком этапе тоник я честно говоря всегда признаюсь в том что не всегда после каждого контакта с водой я использую тоник если у меня за поверхностным очищением сразу следует этап еще какого-то очищения глубокого аппаратная чистка или просто какой-то легкий пилинг и так далее то я не вижу смысла использовать например тоника там на этом этапе кроме повышенного расхода тоника ничего это не даст значит тоник мы будем использовать уже на том этапе когда мы уже не планируем что-либо смывать либо если мы там сначала сделали какой-то этап и потом наносится уходовый препарат а потом этот уходовый препарат к примеру маска опять смывается мы можем использовать в протоколе процедуры дважды тоник трижды тоник сколько положено да но я не вижу смысл использовать его между этапами именно очищения поверхности глубокого значит поэтому за поверхностным очищением у нас следует этап глубокого очищения он предваряет различные процедуры не связанные с чисткой и если эта программа чистки о которой мы сегодня говорим то этот этап как правило называется холодное распаривание то есть мы не будем делать массаж влажными руками по энзимной маске как мы делаем например если у нас дальше следует какая-то антиэйдж процедура лефоритическая процедура когда нам не нужно очень активное разрыхление осуществить а если нам предстоит чистка то нам нужно максимально разрыхлить эпидермис расширить поры даже чтобы чистка наша прошла отравматично и безболезненно чем лучше мы распарим кожу распарим это условно потому что мы не используем для этого термические факторы так как у каждого второго купероз и соответственно вапоризатор и его аналоги в виде горячих полотенец и любых других способов нагреть кожу они многим пациентам могут быть противопоказаны поэтому мы обычно используем холодное распаривание для холодного распаривания мы можем использовать два препарата из линеечки гельтек можем их использовать последовательно для усиления друг друга это например энзимная маска и тогда мы будем наносить тоже под пленку и естественно гель для дезинкрустации может быть маленьком объеме может быть большом объеме даже литр можно его такой объем купить и собственно вот эти препараты энзимная пектиновая маска которая одновременно является еще легким пилингом и гель для дезинкрустации это как раз средства для холодного распаривания если у нас не очень выражен гиперкератоз пациент регулярно посещает косметологи или сам достаточно интенсивно ухаживает за кожей то есть то нам в принципе перед аппаратной чисткой нет необходимости обязательно усиливать действие дезинкрустирующего геля интимной маской то есть достаточно нанести гель для дезинкрустации под пленочку или пленочную маску на 15 минут и потом дальше уже по зонам освобождая участки кожи начать чистить аппаратом вот либо там если ты глибаническая дезинкрустация там немножко другая техника тоже мы об этом подробно поговорим если же пациент очень редко косметологу ходит сам отшелушиванием домашних условиях никаким не занимается не использует энзимную маску пектиновую регулярно один-два раза в неделю то у него как правило все-таки роговой слой имеет избыточное количество мертвейших частичек кертиноцитов мертвых и естественно холодное распаривание более эффективно будет если мы будем использовать более сильные какие-то препараты еще предварительно перед классическим холодным распариванием еще такой вариант тоже хорош для пациентов молодых с тугими порами из которых как говорится то есть жирная или комбинированная кожа склонная к образованию комедонов но при этом поры тугие эластичность кожи еще пока хорошая и убрать комедоны например руками соответственно сложно так вот какие это препараты да которые усиливают разрыхляющий эффект это в первую очередь энзимная пектиновая маска которую мы можем нанести предварительно перед нанесением дезинкрустирующего геля то есть как это делается сначала наносится энзимная пектиновая маска под пленку на 10 или 15 минут то есть максимальный срок экспозиции либо чуть-чуть сокращенный она работает как разрыхлитель и она же работает еще как легкий пилинг плюс там какими-то приятными бонусами может явиться осветляющий эффект легкий после использования и потом мы уже маску смываем и сразу же на разрыхленный эпидермис наносим гель дезинкрустирующий в принципе некоторым пациентам показано иногда не буду говорить что это нужно обязательно всем потому что это достаточно агрессивный такой момент некоторым пациентам показано еще средства допустим с салициловой кислотой желательно конечно не аптечная спиртовая салицилка а специальные лосьоны к сожалению гельтека с салициловой кислотой нет лосьонов таких приходится иногда использовать других марок но иногда полезно протереть кожу салицилкой при очень тугих порах при очень выраженной гиперкератозе тогда это способствует тоже лучше дезинкрустации но это не значит что средства с салициловой кислотой надо какую-то экспозицию на коже выдерживать как правило это лосьоны которыми просто кожа протирается но это совсем не обязательно и используется достаточно редко обычно достаточно распарить кожу под пленкой энзимной маской и дальше энзимную маску мы смываем салфеточками или спонжами кому как удобно и сразу наносим дезинкрустирующий гель гель дезинкрустации при этом он достаточно такой щадящий состав имеет у него поливнилпиральдон в составе соли калийс уколоевера и если энзимную маску нежелательно передерживать на коже то есть держать ее больше 15 минут то в принципе гель дезинкрустации он ничего плохого кожи не сделает поэтому мы как раз и наносим его после маски и уже чистим сколько нам понадобится по времени уже по нему потому что очень часто задают вопрос а можно ли по энзимной маске чистить просто сама чистка длится порядка 10 минут как минимум и если энзимная маска лежала 15 минут чтобы хорошо разрыхлить кожу еще 10 минут будет лежать того получается 25 минут может быть раздражение на коже а от дезинкрустирующего геля раздражения не будет поэтому энзимная маска смывается потом наносится гель вот соответственно получается у нас если плотный макияж умывание двухэтапное если сильный гиперкератоз тугие поры то разрыхление двухэтапное если это мануальная чистка то гель дезинкрустирующий нам не нужен в принципе мы можем разрыхлить энзимной маской почистить руками чуть-чуть может быть сократив время экспозиции или выдержав полностью но как говорится руками мы чистим как правило быстрее чем аппаратами вот и при этом как говорится в принципе особо сильно не передержим но я предпочитаю энзимную маску все-таки смыть да и дальше использовать гель дезинкрустации и спокойно уже как говорится работать с кожей не опасаясь что мы дезинкрустант на коже передержим значит умыли потом сделали холодное распаривание и дальше мы приступаем уже к собственно аппаратному воздействию сразу могу сказать что аппаратное воздействие это всегда этап то есть это не конкретно процедура которую можно в прайс внести салона и продавать как отдельную какую-то опцию зачастую так делается но это не совсем правильно потому что когда человек идет на чистку у него явно есть чаще всего какие-то проблемы то есть есть там несколько пустулезных элементов есть комедоны к сожалению не придумано еще никакого аппарата который убирает пустулы который эффективно убирает комедоны для этого существуют руки косметолога инструменты то есть это на разу иглы и ложки уна и при помощи этих манипуляций мануальных мы можем уже освобождать кожу от каких-то проблем папулы мы никогда не трогаем потому что это подкожный воспалительный элемент соответственно он должен созреть и разрешиться иначе на его место как говорится на его похороны придут семеро если мы будем их пытаться удалить соответственно аппаратная чистка любая это будет предварительное воздействие перед мануальной чисткой то есть как правило в составе комплексной чистки либо это будет этап отравматичной чистки то есть когда у нас есть много воспалительных элементов или кожа какая-то склонна к раздражениям или обострения акне или там допустим гиперкератоз выражен чистить что-то надо но классическую чистку мы провести не можем потому что при наличии как говорится более чем второй степени акне например и при наличии более десяти пустулезных элементов например на лице мы к сожалению не можем делать мануальную чистку она противопоказана поэтому можем сделать отравматическое воздействие об этом я тоже расскажу ну в данном случае мы аппаратную чистку можем использовать как ну практически основной этап такой отравматичной чистки это когда мы чистим лицо а руками его фактически не касаемся то есть мы используем какие-то маски да как правило это может быть холодное распаривание потом может быть какая-то аппаратная процедура может быть вообще никакой процедуры дальше это может быть маска на основе коалина и дальше это может быть успокаивающая маска, то есть классический протокол. И таким образом мы убираем этап воздействия руками или ложкой УНО, то есть удаление воспалительных элементов. Таким образом может тоже строиться программа, но по-любому нет такой процедуры, просто ультразакуая очистка стоит столько-то. Потому что ультразакуая очистка – это этап. Вот, кстати, если вдруг кому интересно и кто не знает, что у нас на Ютубе есть и несколько процедур выложено, там как раз ультразакуая очистка как этап выложена. То есть я показываю, как я делаю на пациенте, то есть можно посмотреть, сравнить с тем, что вы делаете, может какие-то там нюансы понравятся и будет полезно. Так что welcome. Значит, что еще используется в аппаратных чистках? Лосьон для дезинкрустации. То есть если у нас для ультразвукового пилинга, в принципе, для самого этапа чистки нужна какая-то жидкость для усиления эффекта самого действия ультразвука, для самого эффекта кавитации, и не обязательно, что это будет дезинкрустирующий щелочной лосьон, это можно взять тоник, например, для жирной кожи, и тоже смачивать поверхность кожи как раз перед лопаточкой ультразвуковой, то, например, для гальванической дезинкрустации обязательно щелочная среда, поэтому лосьон для дезинкрустации будет необходим. И получается у нас, что для ультразвуковой чистки нам нужен энзимная маска опционально, гель дезинкрустирующий, лосьон дезинкрустирующий, либо какой-нибудь еще тоник с кедрозатом коллагена, алоэ вера, для жирной кожи, ну, желательно все-таки для жирной, то, что подходит, или для чистительной. С другой стороны, если мы делаем гальваническую дезинкрустацию, то нам уже обязательно нужен и дезинкрустирующий гель, и дезинкрустирующий лосьон, так как они имеют совершенно идентичный состав, как вы видите на слайде, и разница только в текстуре. Один гель может использоваться и для холодного распаривания, а второй – это жидкость, которым можно пропитывать салфетку, по которой мы будем активным электродом в случае гальванической дезинкрустации работать, либо добавлять кисточкой на кожу и проводить ультразвуковой пилинг. Значит, какие варианты у нас бывают чисток? Это аппаратная ультразвуковая чистка или гальваническая дезинкрустация. Сразу упомяну, потому что может быть такой вопрос, что может быть у нас и… Да, если до 10 считается, да, такой золотой стандарт, 10 воспалительных элементов, не обязательно пустулезных, может быть там 5 пустул и 5 папул, какая-то другая разница. То есть пустулы просто вы можете удалить, да, папулы вы не трогаете. То можно использовать ультразвуковой аппарат для устранения гиперкератоза. Просто не шкрябать по вот этим воспалительным элементам, да, постараться их обойти, так же, как мы обходим, например, невусы, какие-то родинки, да, на лице. Значит, главное просто не разнести инфекцию, да. То есть если мы начинаем при наличии множества воспалений, соответственно, кожа поврежденная, работать с какими-то аппаратными контактными методиками, то, как правило, мы можем усугубить саму ситуацию, да. Поэтому здесь с осторожностью можно использовать, конечно. Значит, если больше 10 элементов, то отравматичные воздействия, ну, как правило, даже без аппаратного воздействия, а просто разрыхление, потом глиняная маска, потом успокаивающая маска, то есть отравматичные чистки. Цель которой убрать гиперкератоз, то есть постимулировать отшелушивающую функцию, убрать крышечки скомедонов, чтобы быстрее, как говорится, разрешались воспалительные элементы, да, чтобы не закупоривались поры. Вот, отравматичное воздействие можно делать, когда много воспалительных элементов, то есть фактически при обострении практически. Вот, но всегда, если обострение окна или поплопостулезной стадии, ростация, всегда лучше консервативно полечить сначала, а потом уже какие-то чистки делать. Но отравматичное воздействие допускается. Вернемся, как говорится, к вопросу аппаратных чисток, да, ультразвуковая и гальваническая, это мы сейчас подробно разберемся, существуют еще такие немножко архаичные воздействия, как брашинг и вакуумная экстракция, да, вакуумная чистка. К сожалению, ну или к счастью, эти вот варианты, они уже практически не используются, как говорится, в широкой практике, потому что у них есть свои определенные недостатки. Если взять брашинг, да, то это, в общем-то, аналог скрабированию. Основные его минусы в том, что, во-первых, щетка, хоть она и мягкая, она все-таки немножечко повреждающим воздействием обладает. Во-вторых, дозировать точно, да, на каком-то участке кожи, более тонком, более чувствительном, эти обороты, да, не всегда возможно. И можно, ну, грубо говоря, перетереть. Это все равно, как мы будем сильно наяривать скрабом. Вот, и тоже это нехорошо. Раздражение кожи, нарушение гидролепидного барьера, соответственно, микробиом тоже страдает, нормальная микрофлора. Поэтому это такой один из недостатков брашинга. Второй недостаток, банально, это гигиена, потому что эти щеточки, они должны быть тщательно обработаны, со всем соблюдением правила антисептики. И, естественно, замачивание их в дозрастворах, оно очень быстро выводит их из строя. Это дает такой негативный соблазн, можно сказать, негативный эффект, в виде соблазна косметологам, экономящим обрабатывать их некачественно и так далее, и тому подобное. И, в общем, этими щетками можно, конечно, особенно травмируя кожу, занести инфекцию. Поэтому, в общем, от брашинга в основном отказались в профессиональных, как говорится, кабинетах косметологии. И вакуумная экстракция, вакуумная чистка, она тоже, в принципе, уходит уже. Вот она уходит, так вопросы вижу, отвечу. Потому что очень много людей нуждаются в чистке, как раз уже имея возраст условно 30+, и, может быть, какие-то участки дряблой кожи и так далее. То есть любая дряблость кожи и вакуумные воздействия несовместимы – это раз. Два – это очень много сосудистых проблем у пациентов. То есть это купероз, в первую очередь. И, опять-таки, воздействие вакуумом, оно приводит к разрушению ломких сосудов, образованию телеангиэктазии. Тоже это нежелательно делать. Поэтому брашинг и вакуум мы немножечко в сторону оставляем, а будем разговаривать об ультразвуковом пилинге и ливанической энзокрустации. Сейчас отвечу на вопросы. Можно ли убирать пустул, если их более 10? Есть такое правило, что если мы имеем достаточно активный испалительный процесс, то есть пустул более 10, то мы не трогаем никакие из них. Максимум, что мы можем сделать, это посоветовать пациенту какое-то подсушивающее средство, как правило, на основе, допустим, цинка, камфора и так далее, может быть, с алициловой кислотой, локально дома их подсушивать. Поэтому если у нас менее 10, мы пустулезные по возможности вызревшие убираем, папулы не трогаем, комедоны можем убрать, а если более 10, и мы все-таки решаемся делать какое-то воздействие в кабинете, травматичную чистку, то мы вообще фактически пациента руками не трогаем. Чем можно обработать щетки брашинга? Обрабатываются они, замачиваются в антисептике, то есть их нельзя, как говорится, как правило, автоклавировать или сухожарить, они просто расплавятся, потому что это синтетическое, как правило, волокно. И так же, как кисти, которым мы наносим, маски, какие-то еще средства, мы их замачиваем в растворах антисептика. Самый простой – это спиртовой хлоргексидин, это может быть аланцепт, это может быть, допустим, аламинол, то есть масса средств, которые допущены с анпинами к холодной дезинфекции. Можно ли убирать кислотами? А не руками. Ну, комедоны кислотами мы убрать не сможем полностью, если нам нужно убрать это полностью, если у нас расширена пора, мы хотим эвакуировать оттуда вот это содержимое. Конечно же, нам без рук не обойтись, для этого используются руки и ложка уна. То есть есть определенные техники, которыми можно убрать. Я не сторонник убрать все подчистую, чистить 3 часа и потом со следами экзекуции пациента отправлять домой. То есть то, что удаляется легко, мы удаляем. То, что не удаляется легко, мы не удаляем, потому что на этапе холодного распаривания у нас все равно верхний слой кожного сала, смешанного с частицами бетелия и так далее, то есть что собой представляет как раз комедон, будет все равно верхний слой очищаться, общий тон кожи будет осветляться, выравниваться, и, собственно, пора будет заполнена кожным салом, но мы не очищаем ее полностью. И в этом есть свой смысл, потому что святое место пусто не бывает. Если мы целиком, как говорится, этот канал освободим, туда очень быстро попадет грязь, условно говоря. И поэтому лучше пусть там в нижних каких-то частях будет кожное сало, которое обладает бактерицидными свойствами, по крайней мере, бактериостатическими, а не, собственно, какие-то косметические средства или пыль из воздуха и микробы с поверхности кожи, патогены. Поэтому нет смысла удалять, стараться прям все выдавить, насколько это возможно. Значит, по поводу, можно ли кислотой, имеется в виду пилинг какой-то, наверное, с низким pH, с большим содержанием кислот. Ну, смотрите, кислота, если это прямо пилинг, который, в общем-то, в норме предполагает какую-то экспозицию достаточно кратковременно, а потом смывание водой или нейтрализацию щелочным нейтрализатором, то нежелательно, проще все-таки предназначен для этого средствами, то есть болтушками, условно говоря, прижигать пустулезный элемент или экстрагированный пустулезный элемент обязательно потом, после дезинфекции его, ну, как правило, обычным банальным хлоргексидином мы дезинфицируем, а потом ватной палочкой аккуратненько прижигаем, собственно, болтушкой. Есть такая практика, да, действительно пилингами локально прижигать, но это все именно прижигание, да, то есть, ну, особо смысла в этом нет. Особо смысла в этом нет. Вот, а если у вас лежит с небольшим процентом кислот кислотный пилинг, а-ля энзимная пектиновая маска, в которой главные действующие лица это энзим папаин и молочная кислота 5-процентная, причем 5-процентная молочная кислота, она больше как бы увлажняющим фактором является, нежели даже кератолитиком, чтобы молочная кислота являлась кератолитиком, ее процент должен быть значительно выше. Вот, конечно, такой пилинг можно наносить и на пустулы, и на папулы, и вообще на все лицо под пленочку, да, единственное, что если кожа очень раздраженная после каких-то агрессивных воздействий и так далее, то опять-таки смотрим, а стоит ли вообще это делать, да. Вот, может быть, действительно, пока консервативно полечить. Значит, варианты, да. Смотрите, пациента с АКНЕ, хороший вопрос, может принимать эстетист или только врач. Если это действительно АКНЕ больше, чем первая-вторая стадия, то, как правило, принимает врач. И, естественно, эстетист не может назначить лечение. То есть врачу проще сориентироваться, стоит ли руками, как говорится, к пациенту лезть, да, или нужно сначала консервативно полечить, если до него лечение какое-то не назначено. С другой стороны, эстетист, как правило, работает в связке с, если это медицинская косметология, да, эстетист или медсестра по косметологии, второй вариант, да, с большими возможностями, работает всегда в связке с врачом-косметологом, ну, чаще всего. И по назначению врача может выполнить те или иные процедуры, включая, например, ту же самую травматичную чистку. Другое дело назначать лечение. Конечно, ни эстетист, ни медсестра по косметологии, ну, не может. Это не их задача, да, лечение будет назначать врач. А уже какие-то манипуляции, да, может сделать либо медсестра по косметологии, либо эстетист. В зависимости от того, что ему разрешено делать. Значит, значит, следующий, да, вариант воздействия, да, отшелушивающего, говорим о гиперкератозе, да, то есть это легкий пилинг. Как правило, используется энзимный с невысоким содержанием кислот, то есть как раз энзимная маска отвечает этим всем требованиям. Есть другие энзимные пилинги, есть порошковые пилинги энзимные, которые требуют определенных нюансов применения, то есть если у вас порошковый энзимный пилинг, то, как правило, вам нужно его наносить обязательно под пленку и сверху какое-то тепло создать, да, то есть теплую влажную среду, иначе они не работают. То есть для этого, как правило, берутся теплые полотенца, нагреваются в полотенценагреватели, когда нет такой возможности, можно нагреть в микроволновке или просто интенсивно горячей водой намочить и отжать. Вот, но опять-таки это термическое воздействие, да, не всем можно. Гелевые пилинги энзимные, они, к счастью, не требуют каких-то вот таких вот, как я шучу, танцев с бубнами, да, вот, и можно наносить просто под пленку, они играют роль и пилинга одновременно, и холодного распаривания. По поводу скрабирования, да, очень часто возникают вопросы, можно ли, нужно ли, обязательно ли скрабировать в процессе чистки кожи. Вообще, со скрабами надо осторожнее быть, потому что это по-любому идет повреждение, и оно идет воздействие само не столь равномерно, как, например, та же самая ультразвуковое отшелушивание, да, или отшелушивание каким-то химическим способом. Но совсем, как говорится, отказываться от скрабов я не призываю, потому что действительно есть кожа, чаще всего комбинированная или жирная, с выраженным, очень выраженным гиперкератозом, когда эпизодическое скрабирование может быть полезным, может, по крайней мере, не повредит. И тогда действительно после, собственно, распаривания холодного, после нанесения, допустим, того же земного пилинга, можно аккуратно пройтись скрабом. Ни для кого, конечно, не секрет, кто давно работает с нами, что у нас есть средства, которые иногда применяются, ну, скажем так, офф-лейбл. У нас, например, есть скраб, гель-скраб антицеллюлитной серии боди, который используется для тела, в программах коррекции фигуры для подготовки кожи, каким-то воздействием, перед обертываниями, в то же время используется для, например, профилактики вырастания волос между процедурами и допиляциями, но так как этот скраб содержит очень-очень хороший, натуральный, кстати, не портящий окружающую среду абразив из пемзы, но очень отшлифованный, очень равномерный, такие белкие гранулы. То, конечно, но только ленивый и не попробовала его себе на лицо. Сразу хочу предостеречь тех, у кого тонкая, сухая, очень чувствительная кожа, не надо скрабировать вообще, в том числе, тем более, скрабом не предназначены для кожи лица. То есть, для более чувствительной кожи, если хотите использовать скраб, лучше брать скрабы с частичками микрогранулной полиэтилена, хоть они для экологии нехороши, но они, по крайней мере, вообще идеальной формы. Или частицы воска, жажаба, которые тают на коже, то есть, есть такие тоже скрабы, собственно, которые можно поискать в продаже и иногда использовать. Но вот, если кожа действительно такая грубоватенькая, то скраб энергии обновления очень хорошо работает даже на лице. Единственное, что надо степень нажатия очень хорошо регулировать, не наяривать очень сильно скрабом на лице, а все-таки очень нежно отшелушивать. И какие-то места, где нет выраженного гиперкератоза или более сухая кожа, например, на щеках, то можно вообще не скрабировать. И следующий вариант отшелушивания и чистки это мануальная чистка классическим способом. Я в конце перед домашним уходом о ней упомяну. Но самое главное, вот красным я специально выделила, что комедоны и пустулы только вручную убирают. Они еще не придумал никто способов, которые, аппаратных каких-то или других, которые за вас уберут комедоны или пустулезные элементы. Вот. Значит, ну, теперь к ультразвуковому пилингу приступим. Ультразвуковый пилинг это фактически механическое воздействие, механическая чистка, потому что это ультразвуковые колебания, это не ток, да, это звуковые колебания, которые не чувствует человеческое ухо, да, ухо, например, летучей мыши улавливает ультразвуковые колебания или какого-нибудь кашалота. Частота ультразвука при этом низкая. Что означает низкая частота? Это значит, очень мощный и глубокого проникновения будет ультразвук. Но почему у нас используется такой мощный ультразвук на лице, да, и от этого не страдают суставы, костное образование, мозг, в конце концов. Это происходит потому, что в данном случае низкочастотный мощный ультразвук используется не для распространения вглубь кожи, а для отшелушивания с поверхности кожи омерзающих роговых чешуек. Вот, у нас манипула вот такая используется, да, и манипула эта располагается под углом примерно 45 градусов к поверхности кожи. Таким образом у нас источник ультразвука расположен не под 90 градусов, да, как в манипулах для фонофореза, которые, как правило, выглядят по-другому. Вот, у меня с крышкой защитной, понятно, да, что это совсем разные, то есть его можно поставить под 90 градусов, тогда у нас ультразвук распространяется вглубь кожи, мы можем сделать фонофорез, внедрить какие-то активные вещества. В случае скрабера это воздействие идет именно по поверхности, то есть у нас ультразвуковая волна начинает отражаться от поверхности кожи и распространяться, так называемая поперечная ультразвуковая волна распространяется параллельно поверхности кожи, то есть мы разрыхлили эпидермис предварительно дезинкрустирующими средствами и дальше мы обрабатываем кожу ультразвуком и ультразвук помогает отшелушить вот эти вот чешуечки. То есть контактная среда обязательно, как я уже сказала, гель он распаривает, он подготавливает кожу, а лосьон дезинкрустирующий либо какой-нибудь тоник нужен для того, чтобы была более интенсивная кавитация. Как правило у нас на самом деле настройки аппаратов для ультразвукового пилинга достаточно простые, не знаю, будет ли отсюда что-то видно, регулируется интенсивность и регулируется частота импульсов, как правило это постоянный режим идет, импульсы идут постоянно, они хоть и как говорится мощные, сильные, но они не распространяются вглубь кожи. И тогда, когда мы разрыхлили эпидермис, сейчас я попробую может быть показать, чтобы это было более наглядно, то есть мы наносим условно гель дезинкрустирующий, поверх него у нас лежит пленка и мы зонально там с олба сняли например и обработали лоб. Если это комплексная чистка, там же мы смыли остатки дезинкрустирующих средств тут же руками, там ложкой убрали пустулезные элементы, выдавили комедоны, все обработали антисептиком, болтушкой и только потом мы переходим на следующий участок кожи. Так вот, когда у нас на кожу нанесен гель, то ультразвуковая волна, она все-таки немножечко затухает в геле. Сейчас попробую продемонстрировать, если будет видно. То есть вот здесь вот, кстати, в Алвипрагах очень хорошо реализована функция замыкания элемента, нашего пьезоэлемента, потому что во многих аппаратах нужно голыми руками зажимать металлические пластиночки или надевать браслет на пациента, чтобы замыкать контур на пациента, на самого. Здесь же мы можем работать в перчатках, не снимать, потому что здесь просто кнопку нажимаем, и он начинает работать. Так вот, если мы проводим дезинкрустацию, сейчас, может быть, будет видно, то есть немножечко затухает в геле ультразвуковая волна, а чтобы она, допустим, более интенсивно происходила, сама кавитация, само холодное вскипание, так называемое, да, то мы, как правило, не пшикаем, конечно, кисточкой, но у меня нет третьей руки, наносим. И вот, когда мы нанесли жидкое средство, может быть, вам видно вот эти вот брызги, да, то есть интенсивность самой кавитации, она очень значительно усиливается, поэтому я всегда рекомендую жидкое средство использовать в процессе проведения ультразвукового пилинга для того, чтобы отшелушивание было более эффективным. Вот. Значит, длительность процедуры, она не превышает, как правило, 10 минут, потому что сама процедура проводится всего лишь троекратной обработкой, то есть мы сняли с олба пленочку, прошлись, добавив кисточкой немножечко жидкого средства, лосьон дезинкрустирующего или тоника, например, для жирной кожи лопаткой, один раз прошлись по одному месту, потом кисточкой добавили только лосьон дезинкрустирующий. В данном случае он, так как сам обладает дезинкрустирующими свойствами, он немножечко все-таки предпочтителем, нежели тоник, но если у вас его нет, то можно использовать тоник. Проходим по жидкому средству еще раз и третий раз только по жидкому средству. по одному месту мы проводим всего три раза. И дальше мы перемещаемся уже на следующий участок. Как я уже говорила, если нужно посмотреть, то у меня выложена эта процедура на канале нашем YouTube. Можно забить ультразвуковой пилинг гельтек, там или как-нибудь просто в поиске и будет это видео. Это что касается самой техники. Для чего мы используем? Фактически для всех можно использовать, за исключением опять-таки поврежденной кожи или там допустим когда много-много воспалительных элементов используется в первую очередь для ликвидации гиперкератоза, то есть повышенного роговения, для стимуляции отшелушивания, для того, чтобы равномерно в отличие от скраба например, равномерно очистить кожу от этих омертвейших клеточек, роговое слое. Для соответственно такое отшелушивание будет улучшать проникновение активных веществ, которые после мы будем наносить. То есть можно как предварительный уход не обязательно перед чисткой, а перед, например, форезами, перед форетическими процедурами. Ионфорез, фонфорез, литропорация и так далее использовать перед лазерной биоритализацией. И ультразыковый пилинг, внимание, тоже красным выделила, не предназначен опять-таки для очищения кожи от воспалительных элементов, от комедонов. Да, действительно, при хорошем распаривании как раз энзимная маска и гель-зинкрустирующий вместе, и особенно энзимная маска, они обладают очень сильными такими разрыхляющими свойствами. И, как говорится, комедоны вылетают сами. Но вот те, которые вылетают, сами и пусть себе вылетают. Те, которые сидят глубоко, ни в коем случае нельзя выковыривать лопаткой или как-то нажимать сильно. То есть само нажатие очень слабенькое, потому что мы не должны блокировать колебания лопатки, которые, собственно, генерируют ультразвуковую волну. Поэтому нажатие идет очень слабенько. Смотрим, чтобы хорошие были брызги, чтобы хорошо шел процесс кавитации. И равномерно обрабатываем все лицо, постепенно освобождая его от пленки. Вот и вся, как говорится, премудрость для ультразвукового пилинга. Делается при выраженном гиперкератозе, при наличии множества закрытых комедонов, при, допустим, окне внеобострении или каких-то других окноформных драматозов. При гиперпигментации ультразвуковой пилинг стимулирует отшелушивание. А мы знаем, что каждая удаленность эротиноцид дает сигнал на, как говорится, базальную мембрану эпидермиса, чтобы там выработался молодой и свежий и новый. Поэтому стимуляция обновления кожи, она позволяет побыстрее избавиться от, допустим, свежевозникшей поверхностной пигментации. При возрастных изменениях кожи, опять-таки, тоже с возрастом у нас замедляется обновление кожи, поэтому все процедуры, которые способствуют стимуляции обновления кожи, они заставляют кожу работать, скажем так, вести себя как более молодая, то есть обновляться быстрее и выглядеть более свежо. Поэтому для возрастных пациентов даже не в рамках чистки, а в рамках, например, перед каким-то антиэйшуходом можно использовать. Соответственно, вот последний пункт у меня как раз об этом и говорит, например, подготовка к форетическим процедурам, но не обязательно к форетическим, можно перед массажем, например, сделать, ультразвуковой пилинг, если есть к этому показания. И самое основное то, что мы делаем ультразвуковой пилинг, как правило, не чаще одного раза в неделю, но это, как правило, когда уход за жирной проблемной кожей идет, какие-то чистки определенные идут, сначала там, может быть, а травматичные, потом более травматичные, мануальные чистки. Но, в общем, чаще, чем раз в неделю делать не стоит, а, как правило, это делается при эпизодических посещениях косметолога с целью как раз чистки, тогда это делается раз в месяц чаще всего. То есть, если кожа достаточно ухожена, регулярно человек дома использует, например, ту же самую энзимную маску и гиперкератоза у него нет, то чаще, чем раз в месяц ходить на чистки смысла нет, потом может быть реже. То есть, когда есть в этом необходимость. Вот, по поводу ультразвука, наверное, все, что я хотела сказать, значит, что такое у нас чистка при помощи постоянного тока, то есть, сама гальванизация, это воздействие на кожу постоянным током. Вот, используется чаще всего для проведения каких-то активных веществ в глубокие слои кожи, их там депонирование, то есть, эта процедура называется ионафорез, а воздействие постоянным током с целью очищения кожи глубокого, да, это называется гальваническая дезинкрустация. Всегда используется ток силы менее 10 мА, на самом деле в области лица, учитывая то, что человек чувствует комфортно силу тока, ну, не более 3,5 мА, чаще всего, то где-то от 2,5 до 3,5 мА силу тока будет. И силу тока мы всегда устанавливаем по ощущениям пациентов. То есть, значит, немножечко такой, как бы, физики, мы знаем, что у нас постоянный ток, это ток, который всегда течет в одном направлении, в отличие от переменного тока. Соответственно, будет всегда два электрода, один из них будет пассивным, другой будет активным. вопрос от Марины. На какую глубину по предыдущей теме распространяется ультразвук в кожу? Ни на какую не распространяется, потому что, как я уже говорила, ток в данном случае, не ток, а ультразвук, извиняюсь, ультразвук распространяется именно по поверхности кожи, наподобие, как мы вот камешек в речку бросаем, и вот он от поверхности воды отскакивает. И при ультразвуковой очистке мы ничего не вводим в кожу, соответственно ультразвук тоже никуда туда не распространяется, хотя такая частота низкая ультразвука она предполагает при расположении манипулы и определенном ее размере пятне контакта чуть ли не до 15 сантиметров в глубину. Но в данном случае как раз конструкция манипулы скрабера не позволяет разместить ее под 90 градусов, направить так ультразвук. И можно ее разместить только под 45 градусов, приблизительно, под 40, под 45, для того, чтобы у нас по поверхности кожи образовалась эта поперечная волна. Поэтому ультразвук никуда не проникает, мы просто отбиваем вот эти отшелушенные частички при помощи вот этого ультразвука. для того, чтобы у нас ультразвук проникал в глубь кожи, нам нужна совершенно другая манипула для фонфореза, который располагается под 90 градусов поверхности кожи, имеет определенное пятно контакта и обязательно используется высокочастотный ультразвук, то есть тот, который проникает неглубоко. Чем больше частота ультразвука, тем менее глубоко он проникает. Вот такой вот прадокс. Значит, я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Вернемся к гальваники, то есть у нас есть два электрода. Отрицательно заряженный и положительно заряженный. Ток всегда будет идти либо от положительного к отрицательному, либо от отрицательного к положительному. В данном случае для гальванической дезинкрустации мы используем эти моменты для того, чтобы смоделировать на коже реакцию омывания жиров. Фактически превратить загрязнение в смеси с смесь триглицеридов кожного сала с загрязнениями, условно говоря, с лучными петели, вот это вот все, чтобы прореагировало и образовалось жидкое мыло на коже, которое мы можем с успехом смыть. Опять-таки по ультразвуку вопрос прилетел. Сколько слоев рогового слоя? На самом деле самая поверхностная часть рогового слоя, у рогового слоя нет как таковых слоев, то есть есть самая поверхностная часть, которая представлена мертвыми керациноцитами, омертвевшими клеточками. И вот эти клеточки, они склеены таким вот клей-подобным веществом, как раз кожное сало там принимает участие в образовании его и другие компоненты. И вот это клейкое вещество разрыхляется на этапе холодного распаривания, а сами мертвые кератиноциты, корнеоциты, они отлетают под воздействием ультразвука. Поэтому это не пилинг, то есть мы не доходим, например, до зернистого слоя, до всяких ростковых таких слоев. мы только на поверхности рогового слоя работаем ультразвуковым пилингом. И суть в чем, в отличие от банального скрабирования, в том, что равномерно идет воздействие и более щадящее, то есть нет риска травмировать кожу. Надеюсь, я ответила. Вернемся опять к нашим галиваническим баранам. Значит, у нас есть манипулы. Используется лобильная методика, естественно, в косметологии практически все методики используются лобильные, за исключением миостимуляции на коже, тела, когда мы стабильными стационарными электродами работаем. Значит, нам нужен и катод, и анод. Причем галиваническая дзинкрустация использует несколько свойств отрицательно заряженного и положительно заряженного электрода, отрицательный катод, положительный анод. Всегда у нас ток течет от одного к другому. То есть от в частности активного к пассивному. И учитывая то, какими свойствами обладают вот эти электроды, мы можем их задействовать. Например, катод. Вообще катод, отрицательно заряженный электрод, это такой возбудитель всего, то есть он обладает действием, возбуждающим на нервной клетки, он усиливает активность сальных поток желез, он расширяет сосуды, он открывает поры, он такую реакцию, как электроосмос, вызывает, да, то есть это когда разбухает, притягивается влага к эпидермису, да, он разрыхляется, он дает щелочную реакцию на кожу, то есть PH увеличивается, он повышает чувствительность кожи и обладает таким, ну, в общем, таким достаточно раздражающим потенциалом, вот, а анод, он прямая противоположность ему, то есть положительно заряженный электрод, как раз дает кислую реакцию, подсушивает эпидермис, закрывает поры, меняет, как говорится, возбудимость клеток, успокаивает их, восстанавливает плотность эпидермиса, фактически убирает оттуда ту влагу, которую притянул на себя катод, и таким образом логично предположить, что начинать дезинкрустацию мы будем с воздействия катодом, а продолжать воздействием анодом. Что еще нужно, да? По поводу PH, у меня в самом начале был вопрос, и я на него сейчас отвечу, участник нашего семинара, Анна спросила по поводу PH продуктов, которые мы будем использовать. На самом деле с PH продуктами в гельтековских все достаточно несложно. Все гели, сыворотки, основная масса, которые используются для форетических процедур, для домашнего ухода за кожей межпроцедурного, они все имеют, как правило, нейтральный PH, который находится в диапазоне от 6 до 7. Кислые средства, к которым относятся гель пектиновый и тоник с ахокислотами, с ахокомплексом 4% имеют PH около 3,5, то есть ахатоник от 3,6 до 3,8 диапазон, а пектиновый гель от 3,5 до 4 диапазон, определенный диапазон, то есть в технических условиях, который нельзя изменять. то есть это слабокислые средства. Есть щелочные средства, их всего 2, но энзимная маска тоже имеет слабокислый PH около 4. Соответственно, щелочные средства это дезинкрустирующие лосьоны, дезинкрустирующие гели, у них PH около 9, соответственно, лосьон, кстати, дезинкрустирующий, теоретически, если у вас вдруг закончилось какое-то средство для нейтрализации кислотных пилингов, можно его тоже использовать в качестве нейтрализатора. Но здесь уже щелочной PH. Как раз для гальванического воздействия нам нужен PH щелочной обязательно, поэтому лосьон дезинкрустирующий заменить на обычный тоник мы не можем. Какие еще условия для проведения воздействия постоянным током? Обязательно это должны быть препараты солевые растворы, то есть это должны быть поляризованные гели и тоники, которые способны десцировать на ионы под воздействием того же самого электрического тока. Это водорастворимые, то есть не жиросодержащие препараты. Если используются препараты для иона фореза, соответственно у них должна быть небольшая величина молекул, определенные какие-то вещества входить, которые могут еще и допонироваться в глубоких слоях кожи. В плане чистки это, конечно, требование не нужно, потому что чистка происходит на поверхности кожи. прилетел вопрос для ультразвукового аппарата, а именно для омоложения. Смотрите, здесь у нас немножко другая тема, я тогда на эти вопросы постараюсь уже в конце, чтобы нам не задерживаться, ответить, но на самом деле напомните мне еще раз, если вдруг забуду, на самом деле практически все гели наши и сыворотки используются для, например, воздействия фона фореза, воздействия ультразвуком с целью внедрения каких-то активных веществ высокочастотного ультразвука и тогда уже по показаниям смотрят, то есть это омоложение больше, то это гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, это, допустим, какие-то препараты серии Нео с дикидрокверцитином, это именно то, что антивозрастное для тонично-туслой кожи, для обезвоженной кожи. Если, например, кожа проблемная, она в ремиссии, или просто жирная кожа, сибарейная, то гель для жирной кожи с сиборегуляторами можно использовать, если, допустим, антиоксиданты какие-то нужны или кожа чувствительная, можно использовать, выводить гель для зрелой кожи Формула-1 или антивозрастной гель Нео, то есть все смотрим по составу, по тому, какие компоненты входят и для какой кожи они показаны. А вводить, в принципе, ультразвуком можно практически любые наши средства, кроме кремов финальных. Значит, наверное, я ответила на этот вопрос быстренько. Значит, для иона фореза нам важно, чтобы, опять-таки, активные ингредиенты могли проникать, то есть имели достаточно небольшую молекулярную массу. Мы используем обязательно два электрода и, соответственно, для гальванической энзокрустации нам важна щелочная среда. Параметры тока, как я уже говорила, будут небольшая сила, но в миллиамперном диапазоне, то есть тот диапазон, который человек уже чувствует, в отличие от микротокового диапазона. То есть сила тока выставляется непосредственно после уже начала воздействия, то есть когда у нас уже пассивный электрод, обернутый в несколько слоев влажной отжатой салфеточки, то есть чтобы не реакции процессов окисления возле электрода не обожгли нас в руку. Обязательно голой кожей электродом мы никогда не касаемся, если предполагается воздействие постоянным электрическим током. То есть при ионофорезе или гальванической дезинкрустации всегда между электродом и кожей находится какая-то гидрофильная прокладка или маска или что-то еще. Значит мы пассивный электрод у нас в руках. Все металлические соответственно какие-то детали с пациента сережки, пояс, кольца, браслеты все снято. Ничего не должно быть. А второй электрод мы им работаем как раз по уже щелочной среде, которая нанесена на кожу. Соответственно у нас гель для дезинкрустации играл роль холодного распаривания. Он лежал под пленкой. После этого мы пленку снимаем, но не смываем гель. Накладываем масочку. Не на ком показать, буду показывать на себе. И соответственно эту маску уже пропитываем при помощи кисточки либо заранее пропитываем, пробрызгиваем ее лосьоном щелочным для дезинкрустации. Помним, что тоник не подходит, только щелочной лосьон для именно гельванической дезинкрустации нужен. И уже по ней мы будем обрабатывать, как говорится, нашего пациента по пропитанной щелочным лосьоном для дезинкрустации маски. Соответственно силу тока мы будем регулировать каким образом? Да, будет обязательно. Я против показаний скажу отдельно. Наличие зубных имплантов будет противопоказанием как раз для гальванического воздействия, но не противопоказано при ультразвуковом воздействии. Смотрите, что делают, как мы выставляем силу току. Сначала мы прикладываем электрод к какой-то наименее чувствительной части лица. и после этого только мы начинаем потенциометром регулировать силу тока. Ничего страшного, Ольга, будет в записи этот вебинар, вы сможете посмотреть, присоединяйтесь. Значит, силу тока, у нас электрод один касается через масочку пациента, и после этого только мы выставляем силу тока. У нас стоит ограничение, в данном случае Physiomelt Mustang, использую производство импульса техника, здесь можно выставить ограничение, что больше 10 мА по-любому он не поднимется, но 10 мА это очень сильное воздействие, например, в зоне лица, можно подпрыгнуть до потолка. Поэтому электрод касается кожи, и мы начинаем потихонечку выставлять силу тока. И где-то на 2,5 мА, у кого-то может чуть больше, у кого-то чуть меньше, пациент уже начинает ощущать чувство покалывания, такой мурашек, но ни в коем случае не должно быть жжения или боли. То есть мы ориентируемся на чувство покалывания, и как только пациент сказал, что вот оно уже есть, уже достаточно, на этой силе тока мы останавливаемся, потенциометр больше не крутим, и дальше начинаем уже воздействие по лицу. Постепенно обрабатываем все зоны, как правило, электрод либо выглядит вот так, тогда мы работаем по маске, либо если у нас грибовидный электродик, то есть не катается, то его мы оборачиваем салфеточкой наподобие, тоже пропитанный щелочным лосьоном, в один слой можно обернуть, наподобие той, которым мы оборачиваем электрод пассивный, можно резиночкой завернуть, и соответственно будем обрабатывать вот так. То есть гель нанесен уже, будем обрабатывать, как говорится, все участки кожи грибовидным электродом, тоже с гидрофильной прокладочкой. Если же он катается, то удобнее всего по маске. Понятно, да, эти нюансы? Значит, чувство жжения или болезненности является сигналом к тому, чтобы уменьшить силу тока. Соответственно, если пациент перестал что-то чувствовать, то есть кожа адаптируется немножечко к электрическому току, то можно чуть-чуть в процессе процедуры плотность тока поднять. Значит, так же, как ультразвуковой пилинг, гальваническая загрустация проводится чаще всего не более чем раз в неделю, это когда у нас какие-то проблемы мы решаем, курсом делаем, да, а чаще всего все-таки используется тогда, когда в программе чистки, например, как предварительный уход перед чисткой мануальной, когда тугие поры, когда плохо экстрагируемые комедоны, как правило, молодые пациенты, и у них еще нет зубных имплантов, которые являются противопоказанием для воздействия электрическим током, можно, как раз, нет купероза, которая тоже является противопоказанием для воздействия электрическим током в миллиамперном, подчеркиваю, диапазоне, как раз вот для таких пациентов можно использовать гальваническую дезинкрустацию, вот, чаще всего это где-то раз в месяц. Протокол процедуры гальванической дезинкрустации выглядит так, сначала мы проводим, естественно, демакияж, холодное распаривание, после этого мы пленку удаляем с распаривающего средства, с дезинкрустирующего геля, кладем вот эту салфеточку, нашу любимую, или масочку, пропитанную щелочным раствором, и обрабатываем лицо постоянным током, отрегулировав его силу предварительно в течение 7 минут, то есть мы работаем катодом сначала, то есть отрицательно заряженным электродом, чтобы получить все вот эти эффекты катода, электроосмос, разрыхление эпидермис, расширение пор, щелочную реакцию на кожу, чтобы три глицериды кожного сала вступили в реакцию с щелочью и образовалось мыло, которое мы потом удали им с лица, и произошел протолис белка, то есть вот эти кератиноциты мертвые, чтобы они быстрее отшелушились. Значит, 7 минут с минуса работаем, и после этого мы смываем с поверхности кожи все остатки, как говорится, дезинкрустирующих средств, продукты омления жиров, в общем, все, что мы на коже делали, и после этого мы берем, меняем полярность электродов, в данном случае на мустанге это можно сделать одной кнопкой, поменять полярность, вряд ли здесь будет видно, но плюс-минус меняется, либо перетыкаем электроды, зависит от того, какой у вас аппарат, и у вас получается, что активный электрод уже приобретает заряд плюс, то есть он оказывается подсоединен к гнезду с плюсовым зарядом, а пассивный электрод в руке, который пациент держит, это уже будет у нас минус, то есть катод. Для чего это делается? То есть мы берем вот эту масочку, только новую уже, смачиваем ее либо тоником, имеющим нейтральный паш, допустим, тоник для жирной проблемной кожи, либо тоник с гидрозатом коллагена и алоэ вера, либо просто чистой кипяченой водичкой, не из-под крана, конечно, и по вот этой вот салфеточке, пропитанной водой либо нейтральным тоником, мы обрабатываем кожу с плюса еще две минуты. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас все вот эти реакции, которые на коже создал катод, мы нивелировали, чтобы у нас сузились поры, подсушился немножко эпидермис и главное PH вернулся на место в кислую сторону. Если мы комбинируем гальваническую дезинкрустацию с мануальными какими-то воздействиями, то есть не сразу после нее маску кладем, а нам нужно еще почистить какие-то комедоны, руками убрать или воспалительные элементы ложкой уна, то, соответственно, мы опять-таки перед этапом воздействия анодом проводим все манипуляции руками, дезинфицируем, все делаем, и только потом уже с плюса будем пару минуточек обрабатывать кожу, чтобы нам восстановить все. И, соответственно, после этого восстановления обязательно протираем кожу тоником, чтобы дочистить, как говорится, ее и окончательно вернуть PH на место. То есть понятно, гальваническая дезинкрустация состоит из двух этапов. Воздействие в течение 7 минут отрицательным электродом по щелочным средствам используем гель дезинкрустирующий и лосьон дезинкрустирующий, два этих препарата. И второй этап это воздействие двумя минутами по водичке или по нейтральным тоникам с анода, то есть с плюса. То есть сначала 7 минут с минусом, потом 2 минут с плюсом. Таким образом, собственно, проводится гальваническая дезинкрустация. В аппарате, естественно, мы выбираем функцию гальванизации электрофореза, силу тока устанавливаем, как я уже рассказала, по ощущениям пациента и полярность выбираем в зависимости от этапа. Первый или второй этап. На первом этапе будет активный электрод минус, катод, а на втором активный электрод будет плюс, анод. Значит, противопоказания к аппаратным чисткам немножечко отличаются между ультразвуковым пилингом и гальванической дезинкрустацией. У гальванической дезинкрустации противопоказаний больше. Как раз металлические импланты различные, в том числе не обязательно зубные, это может быть какой-нибудь после аварии, не дай бог, какая-то конструкция титановая стоять в челюсти или, допустим, какой-то элемент в височно-нижнем челюстном суставе искусственный бывает такое. Естественно, мы током постоянным не будем и импульсом в том числе тоже работать с такими пациентами, то есть все процедуры, которые связаны с электрическим током, они им будут противопоказаны. Все остальные противопоказания, они идентичны у всех практически аппаратных воздействий, ну и соответственно ультразвуковой пилинг и гальваническая дезинкрустация оба этих вида аппаратных чисток имеют приблизительно одинаковые противопоказания. Остальные это острые гнойные процессы всякие, то есть, грубо говоря, кожа повреждена или кожа очень воспаленная, в том числе и акне, в третьей стадии и дальше, уже когда больше 10 воспалительных элементов, когда есть узловые какие-то свещевые ходы и так далее. Когда проблемы сосудистые, то есть, это склонность к тромбообразованию, это купероз, опять-таки, на лице, это розация, является противопоказанием для использования электрического тока. Ультразвук, в принципе, можно использовать с осторожностью и не очень часто, он как такового воздействия, ну, то есть, сосуды не расширяет, да, потому что идет поверхностное просто воздействие, отшелушивающее ультразвуком. А электрический ток категорический нельзя при сосудистых проблемах, за исключением, естественно, микротоков, ну, которые, собственно, к чистке не относятся никаким образом, совсем другая процедура. Онкология, беременность, это противопоказание абсолютное для всех аппаратных процедур, которые используются, ну, в эстетической, скажем так, направленности, да, это не значит, что физиопроцедуры не делаются таким больным с целью, как говорится, например, реабилитации и так далее, в профильных ЛПУ, но в эстетической медицине, если есть онкология в анамнезе и предполагается беременность, да, то ни в коем случае аппаратные процедуры мы не делаем. Серьезные хронические заболевания тоже являются противопоказанием к аппаратным методикам, в том числе и чисткам, это декомпенсированный диабет, это, как правило, диабет первого типа или второго декомпенсированный, это гипертоническая болезнь таких уже высоких стадий, это какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы, гептобилярные и так далее, опять-таки какие-то заболевания приосредительной ткани, аутоиммунные процессы, то есть серьезные хронические какие-то процессы, как правило, пациент о них знает. Также для электрического тока очень важно, чтобы не было неврологических проблем, невритов в области лицово-ультраничного нерва, а также эпилепсии, например. Ну и наличие кардиостимулятора для всех аппаратных методик является противопоказанием. Учитывая то, что мы сегодня собирались говорить про аппаратные чистки, конечно же, про аппаратные в принципе я практически все уже сказала, но существует такой момент, что аппаратная чистка, она редко существует отдельно, как мы вначале уже обсуждали, обычно комбинируется с мануальной. Тут вопрос, вопрос от Марины, при титановых протезах в области тазобедренных суставов можно ли применять? Ну, смотрите, на самом деле ион и форез и все такие процедуры в физиотерапии применяются, и титановый протез вряд ли нагреется, и там произойдет какая-нибудь резорбция кости вокруг него, если вы работаете на лице. Но, конечно, когда у человека стоят в теле металлоконструкции, это нежелательно, нежелательно использование электрического тока в миллиамперном диапазоне как раз для воздействия любого. Поэтому, если есть возможность обойтись без, то лучше обойтись без, как говорится, воздействия электрическим током. Но, конечно, основная проблема и как раз в плане металла, это как раз в области воздействия, то есть в области лица. Например, дентальные импланты воздействия электрическим током чревато тем, что просто дентальный имплант от воздействия электрическим током в миллиамперном диапазоне, то есть в чувствительном диапазоне, может немножечко нагреться. Там, где он нагреется, может произойти вокруг него резорция кости. Соответственно, этот дентальный имплант может рано или поздно выпасть или расшататься. Поэтому, собственно, и не рекомендуется. Золотые нити те же самые опять-таки нельзя, если стоят в лице. Сейчас очень редко когда это встречается, уже был такой бум, как говорится, их в двухтысячных. Но сейчас, конечно, таких пациентов редко встречу, у кого стоят золотые нити. Но мало ли, тоже нежелательно воздействие, запрещено, скажем так, воздействие электрическим током в любом диапазоне уже, как говорится, на область лица. Ну, не стоит, да. То есть, если есть, ну, на самом деле, на самом деле, я так не могу сказать точно, да, потому что эти, титан, это вообще инертный материал, да, то есть, поэтому здесь, конечно, лучше уточнить у хирурга, который устанавливал этот процесс, то есть, это самый хороший будет вариант, уточнить, можно ли делать процедуры, связанные с галионическим током, то есть, ионофорез, к примеру, то есть, если вам хирург разрешает делать ионофорез, на лице, то, значит, и гальваническую дезинкрустацию делать можно. Вот, ну, не, ну, их не надо спрашивать так, что можно ли делать эстетические процедуры какие-то, гальваническую дезинкрустацию, конечно, он не скажет вам делать гальваническую дезинкрустацию, вы можете просто спросить, показан ли с данным видом протеза, который у вас стоит, да, процедура ионофореза, например, электрофорез. Электрофорез – это классическая физиотерапия, да, вам ее могут назначить, например, по какому-то другому поводу, например, как раз в области позвоночника. И если у вас стоит титановый протез, да, надо уточнять, у хирурга можно ли делать электрофорез. То есть, если можно, значит, можно и на лице работать. Если нельзя, значит, нельзя. Но, как правило, металлоконструкции, они все-таки предполагают нежелательность воздействия электрическим током. Вот, сейчас, конечно, есть и кардиостимуляторы, даже экранированные, при которых можно делать аппаратную физиотерапию, но об этом знают только кардиохирурги, которых устанавливают. Можно с данным видом, да, делать что-то или нельзя. Ну, и потом, в эстетической направленности эти процедуры не являются жизненно необходимыми. Поэтому, если есть риск какой-то, получить какое-то осложнение, да, то лучше за это не браться. Да, есть масса других возможностей, скажем так, отшелушить кожу, да, без воздействия электрического тока и, в общем, не менее качественно, поэтому здесь уже как говорится, выбор зачастую не в пользу, да, аппаратной методики может произойти, если есть какой-то риск. Да, золотые нити однозначно нельзя правильно томить. Вот. Значит, смотрите, если мы добавляем в аппаратную, как говорится, аппаратную чистку, комбинируем с мануальной, получаем комплексную чистку, тогда нам нужно там нужно несколько вещей, да, иметь в кабинете, это, конечно, инструмент определенный, как правило, одноразовые иглы, если там какой-то милиум придется скрыть, вот, или крышечку с комедона, это лучше удобно делать одноразовым инструментом, а не иглой видали, которую потом нужно автоклавировать или сухожарить. И поэтому, естественно, иголочки для миостерапии обычные, как говорится, они всегда пригождаются в процедуре мануальной чистки. Ложка УНО, для того, чтобы удалять элементы пустулезные, иногда удобно ложкой УНО собирать кожное сало, то есть, грубо говоря, немножечко надавливая комедончики, убирать их, скажем так, верхнюю часть. Тканевые салфетки нам нужны, естественно, чтобы намотать на ручки, да, и ручками убрать комедоны. Перекись водорода нам нужна только для того, чтобы обрабатывать ложку УНО, это такой классический вопрос. Да, томил золотые нити, вообще нельзя, если находится на лице, работать электрическим током любыми процедурами, то есть, ни микротоковой терапии, даже не, соответственно, миллиамперным диапазоном тока, электропорация, ионофорез, все это противопоказано, потому что очень поверхностно они находятся. Вот, а в плане зубных имплантов считается, что электропорация, ионофорез, гальваническая дезинкрустация противопоказана, а микротоки уже можно, да, так же самое и купероз, да, то, что активное расширение сосудов может дать, то противопоказано, то есть ионофорез, электропорация, а микротоковая терапия наоборот показана при куперозе и розации как поддерживающая и сосудоукрепляющая процедура, то есть, там ток просто очень слабый, который человек не чувствует, да, и он не воздействует на сосуды, не расширяет их, он именно, да, таким подпороговым воздействием обладает. Вот, значит, вернемся к мануальной чистке, пару слов, да, не перекись водорода, как я уже говорила, только для обработки ложки уна, грубо говоря, поболтали ее в одноразовом стаканчике, да, когда вы работаете ей на коже, только для этого нужна перекись, никаких протираний, перекисью и так далее, лица не должно быть, ни в коем случае. Вот, для протирания или дезинфекции обработанных экстрагированных пустулезных элементов, как правило, используются антисептики кожные, чаще всего даже не спиртовые, это хлоргексидин не спиртовой 0,05% или актенисепт. Вот, и для того, чтобы подсушить, прижечь, грубо говоря, этот пустулезный экстрагированный элемент, если мы удалили, да, использовать лучше всего болтушки на основе цинка, да, вот я люблю джиджевскую болтушку, болтушку биодерм, как бы, и хвалю ее, вот, кому-то обычный аптечный лацендолу достаточно, есть еще аналоги, то есть, в принципе, любое вот это локальное беленькое средство для нанесения подсушивающее и дезинфицирующее, как говорится, пустулезный элемент можно использовать. Можно использовать порошковые антибиотики, но это когда много воспалительных элементов именно пустулезных, и когда человек потом продолжит, допустим, при необходимости, да, использования этих антибиотиков дома, да. Опять-таки, естественно, после комплексной чистки, ну, и любой другой, надо предупреждать пациентов, чтобы они не, как говорится, подставляли лицо солнцу в течение, там, ну, желательно хотя бы суток, а лучше двух-три дней, не ходили в бассейн, не использовали косметику активно, да, хотя бы первые сутки, вот в бассейн лучше до трех суток воздержаться из спортзал, потому что очень часто бывает, что почистили-то мы хорошо, да, а потом человек пойдет сразу же практически заниматься спортом, и вспотел, и в бассейне поплавал с грязной водой, и антисептиком не протирал, и, соответственно, получаем обсеменение вот этого всего, плюс гидролипидный барьер немножко подразрушен в процессе чистки, оказывается, все-таки как бы мы его не щадили, и получается обострение, например, ракные, да, то есть могут новые высыпания возникнуть, а этого можно избежать, если, как говорится, все рекомендации пациент будет выполнять, то есть одноразовые полотенца, вот такие вот салфеточки, для того, чтобы утром-вечером умыться, чистота наволочки, следить за ней, ну, то есть все-все правила, которые мы с вами знаем, и которые используются для ухода за проблемной кожей, вот, и если есть склонность, действительно, к высыпаниям и так далее, то на где-то 3 дня, иногда даже чуть дольше, после чистки, там, ну, от 2 до 4 дней, как правило, имеет смысл неспиртовой антисептик, для протирания кожи хотя бы 2 раза в сутки, чаще не нужно, ктенисепт или неспиртовой хлоргексидин можно назначить после чистки, для профилактики, чтобы он, как говорится, не обсеменился чем-нибудь, несмотря на все наши предостережения. После аппаратного воздействия и мануальной чистки, у нас, как правило, идет поросуживающие маски в программе, да, то есть всегда в протоколе идет маска на основе глины, чаще всего, коалина, далее, обязательно нужно уделить время успокаивающим манипуляциям, да, то есть это будет успокаивающая маска, если раньше еще старые школы, да, косметологи, как говорится, экзекуцию на лице сделали, глиняную маску, может быть, положили, смывают, и гуляй, Вася, то сейчас люди ведут активный образ жизни, работают, все, и они не могут со следами экзекуции, как говорится, пойти на работу или еще куда-нибудь, поэтому обязательно надо помнить, что нужна обязательно успокаивающая маска, вот, и я для этого предлагаю три варианта, для этого, ну, естественно, мой самый любимый вариант, это комбинация двух препаратов, это гели для сухой нормальной кожи Нео и лосьона концентрата Нео, кстати, как делать эту маску, кто вдруг забудет, или там не до конца, допустим, семинар, вебинаре, да, смогут поучаствовать, можно посмотреть, соответственно, на нашем канале YouTube, у нас есть процедура супервлажнения, которую я показываю, безаппаратная, которую может выполнить любой эстетист, вот, очень простая, экспресс-уход, и в конце как раз я показываю, как делать эту маску, соответственно, эта маска тоже прекрасно работает в качестве успокаивающей в конце чистки, для этого берется гель для сухой нормальной кожи Нео, который и сосуды сужает, и дегидрокверцитин таким антивозбуждающим действием обладает, то есть очень хорошо успокаивает кожу, является, он и антигистаминные свойства проявляет, много-много всяких у этого биофлавоноидов чудесного свойств, вот, но сам факт, что он выравнивает очень кожу, уменьшает вот эту вот реакцию кожи на какие-то мануальные воздействия, и в том числе сужает сосудики, убирает покраснение, и кожа выглядит успокоенной, фарфоровой, ну, может быть, после чистки она будет не совсем фарфоровой, как после антиэйдж процедуры, сочетание с этой маской, но реально пациент выходит из кабинета, и вы не можете сказать, что он только что был на чистке. Для этого берется гель для сухой нормальной кожи Нео, вот такая же маска, которая пропитывается лосьоном и концентратом Нео, имеющим такой же состав, как гель для сухой нормальной кожи Нео, только жидкий и более концентрированный. Пропитывать удобнее при помощи кисточки, так меньше расход, ну, брызгать на пациента будет банально дергаться, вот, не очень приятно. И сверху укладывается вот такое вот полотенчико, сухое, и на 15-20 минут. После этого мы снимаем маску, и лицо будет очень-очень успокоено. Как второй и третий вариант, это использование в таком же сочетании геля интенсив регенерации, это как раз целесообразно, когда много было экстрагировано по стулу, то есть заживить надо что-то. Вот, и маску тогда мы можем пропитать тоником с гидролизатом коллагена алоэ вера, в принципе, можем пропитать и лосьонным концентратом Нео. И третий вариант – это гель интенсив регенерации в сочетании с коллагеновым листом. Вот, я могу сказать, что третий вариант, он самый дорогой, но не факт, что самый эффективный. По мне, так, больше всего мне нравится первый вариант. Вот, но если нужно именно заживление простимулировать, то интенсив регенерации с гелем, то это тоже имеет смысл, потому что он, ну, феноменально заживляет, и об этом все знают. Вот, сверху полотенчика на 15-20 минут и как раз успокаивающая маска. Вот, вопрос вижу, Анна, сейчас отвечу. И чем мы закрываем чистку? Чистку мы закрываем, естественно, лучше всего, конечно, противооспалительными средствами какими-то закрывать, да, это может быть и гель даматен, это может быть и гель дожирной кожи, это может быть даже сыворотка стоп-акне на все лицо, хотя после чистки она будет достаточно сильно щипать, около минуты, вот, но можно использовать, можно локально на те места, где есть воспаление стоп-акне на все остальное лицо, гель даматен, либо гель пектиновый, который имеет кислый ПАЖ, то есть есть варианты. Если нужна защита от солнца, то можно нанести крем увлажняющий, он не комедогенный, он очень такой легкий, эмульсия, даже скорее, чем крем, да, то есть такой, ну, жиденький, можно сказать, да, такой прям совсем легенький. Вот, и если действительно процедура проводится в первой половине дня, а солнце очень активно, или вы живете на юге где-то, в летнее время, например, то мультипротектор All-Free с SPF 50+, тоже можно использовать для защиты кожи от солнца. Но я радуюсь за то, чтобы чистки проводить все-таки во второй половине дня, и чтобы не было необходимости наносить кремовые средства, и средства, содержащие ультрафиолетовые фильтры и так далее. Вот, здесь как раз вопрос от Анны, являются ли гели серии неокомедогенами? Нет, вообще гели никакие практически не являются комедогенами, потому что комедогенами являются, как правило, жировые содержимые жировые компоненты, которые, жирная фаза, кремов и эмульгаторы, ну и всякие другие моменты, которые в декоративной косметике чаще всего встречаются. Поэтому, конечно, гели серии неокомедогенами не являются, и расширению пор и скоплению там нового, как говорится, секрета не будут способствовать. Гели наносятся в небольшом количестве все, ну, в уходе, например, в домашнем. Если мы нанесем много геля, он не впитается полностью, он будет подсыхать его избыток и вызывать вот это ложное чувство стянутости. Когда люди иногда покупают гель и говорят, ой, мне сушат кожу, да, на самом деле он просто слишком много наносит, то есть его надо нанесить и немножечко, да, и тогда он полностью впитается, и кожа будет чувствовать себя хорошо. А если он будет, ну, как вода на коже подсыхать, то особенно в сочетании с ветром или перепадом температур, то действительно может такое ложное чувство стянутости возникнуть. Вот. И дополнительный этап, вернемся к тому, как мы закрываем чистку, да, дополнительным этапом я очень люблю делать дарсонализацию. Дарсонализация в программе чистки как раз это ее основное показание. Второе основное показание дарсонализации – это трихология все-таки, да, то есть воздействие на волосяные фолликулы. На лице часто делать дарсонваль не рекомендую, потому что именно как раз степулирующее воздействие на волосяные фолликулы нам на лице не нужно, если мы не мужчины и не отращиваем бороду. Но в конце чистки дарсонализация очень-очень оправдана и эффективна, потому что и антисептическим действием обладает, и можно подсушить элементы воспалительные, для этого используется дистантный метод, когда мы удаляем немножко электрод от кожи и проскакивает искра, либо когда мы работаем по антисептической пудре или просто по сухой коже, либо по коже, когда кожа не очень сухая, мы можем нанести марлевую масочку и по ней проработать контактным методом. Порядка 3-5 минут. Значит, по поводу вопроса Томилы, есть ли мнение, что дарсонваль может разнести все по лицу? Да нет, если все сделано правильно, ничего он не разнесет, единственное, надо понимать, когда мы его делаем и как мы его делаем, потому что если действительно у пациента, например, третья стадия акне, очень распространенный процесс или очень выраженная, там, по полупостулезной стадии, розация, да, например, розация, так как сосудистый компонент, мы вообще дарсонваль на лице, как правило, делать не будем. Вот, то есть надо правильно назначать. То есть смотрите, если у нас немного воспалительных элементов, да, то мы можем обработать после чистки все лицо контактным методом. Если у нас элементов много достаточно, то нам незачем, в принципе, усиливать кровоток во всех других зонах, это действительно может, ну, поспособствовать не то, что разнести, да, это может поспособствовать тому, что спящие элементы, ну, быстрее вылезут. То есть тогда мы просто пустулезные элементы или папулы, которые есть на лице, мы дистантным методом как бы пристреливаем, то есть прижигаем, то есть локальное воздействие оказываем. То есть, в принципе, если мы грамотно дозируем физический фактор, ни один из них не нанесет вреда. Вот, просто нужно использовать это в соответствии с показаниями, да, и с противопоказаниями. Здесь в конце я уже, как говорится, протоколы записала, те, что мы, в общем, устно обсудили все, да, то есть когда у нас комбинированная чистка, например, идет при окне первой-второй стадии. Спасибо, Наталья, стараемся. У нас, кстати, есть еще информация на эту тему много, вот на Ютубе можно посмотреть там и влоги, и вебинар. Вот, сейчас я как раз хотела больше уделить внимание как раз вот с ответом на вопросы всякие. Вот, значит, по поводу протокола у нас для снятия макияжа мы обсудили, что используем, да, универсальные свойства геля чаще обладает, и можно с глаз заодно макияж смыть, если он там есть. Вот, если, как говорится, от стойки макияж в начале я объясняла, используем двухэтапное умывание, там сначала какое-то жиросодержащее средство типа гидрофильного масла, или молочка, а потом уже очищающий гель. Вот, дальше мы делаем глубокое очищение, собственно, холодное распаривание, тоже либо двухэтапное, либо одноэтапное, и дальше уже, собственно, проводим саму чистку, да. Вот, это мы все с вами уже обсудили, потом у нас будет глиняная маска, после этого мы можем сделать, либо некоторые глиняные маски подсыхают на коже, можем марлечку сверху положить и подарсонвалить сразу, но я предпочитаю дарсонваль, как я уже говорила, на этапе заключительного. Вот, и дальше мы делаем обязательно успокаивающую маску, дальше мы какое-то противовоспалительное средство наносим, закрываем, да, и если есть необходимость, наносим СПФ. Если у нас много воспалений, то есть мы делать можем, имеем право только отравматику, значит у нас убирается этап мануальной чистки, мы делаем распаривание, после этого мы делаем глиняную маску, после этого мы наносим противовоспалительное средство, и после этого мы можем обработать кожу дарсонвалем. Вот так выглядит атравматичная очистка. Если у нас, как говорится, уже ремиссия и много элементов больше постакна, чем акна, воспалительных нет, много застойных пятен, то мы здесь можем добавить уже другие аппаратные процедуры, которые сосудами работают, которые дренаж осуществляют, это микротоки, гель пектиновые хорошо использовать. И можно делать, например, массаж по жаке или по спелому, то есть такой вибрационно-щипковый массаж, который тоже как раз рассасывающим действием обладает. И очень хорошо предварять и заканчивать эти процедуры ручным лимфодренажем. Соответственно, точно так же в конце процедуры мы наносим средства, которыми мы будем закрывать, или противоспалительные, или если нет необходимости, что-то профилактическое, демотенолитонизирующий гель, пектиновый гель. И, соответственно, такие процедуры уже связаны, например, с массажем по жаке или с микротоками, делаются ежедневно или через день 10-15 процедур. Если нет возможности ежедневно или через день, то хотя бы 2 раза в неделю. Но я, честно говоря, ратую за классическую физиотерапию, поэтому микротоки, например, делаются ежедневно или через день, тогда накопительные эффекты, все, как говорится, эффекты хорошие. Если это массаж, то да, 2 раза в неделю нормально будет. Вот, если вы сделаете. И в заключении домашний уход. Домашний уход, соответственно, у нас будет выглядеть следующим образом. Если мы лечим акне, то есть назначены врачом или вами в качестве врача какие-то препараты лечебные, то у нас обязательно утром очищение мягким средством, обязательно использование тоника для восстановления ПАЖ и для доочищения физического, да, как говорится, от каких-то балластных веществ, которые в воде водопровода находятся, от очищающих каких-то компонентов, да, чтобы они на коже не оставались, не разрушали гидролепидный барьер, потому что микробиом очень страдает при акне, и нам нужно всяческим образом его восстанавливать. Вот у нас, кстати, сейчас, здесь даже в протоколе я не вписала, но это новое средство, у нас вышло пробиоскин, сыворотка, вот ее как раз для восстановления я рекомендую, потому что там и про, и пребиотики содержатся, очень активное средство, то есть это гель, который содержит лизат и бактерии, бифидомолакт и бактерии, содержит массу пребиотиков, инулина, альфаглюкан, то есть очень такой хороший состав, и в то же время он еще и обладает эффектом легкого лифтинга, то есть при, например, возрастном акне такой побочный бонус будет очень желательный, и хорошо восстанавливает как раз микробиом, да, чем лучше у нас нормальная микрофлора функционирует, да, тем меньше патогенных микробов. Так вот, если лечим акне, соответственно, очищаем мягким средством, потом тоник, потом наносится лечебное средство, и может быть и сыворотка стопакне наша, да, если средство какой-то с азолаиновой кислотой назначается, да, может быть какой-то другой препарат, назначенный дерматологом, и уже после лечебного препарата наносится сверху лечебно-профилактический гель Демотен и средство, допустим, с СПФ, если есть в нем необходимость. Желательно oil-free текстуры, поэтому для тех, у кого проблемная кожа, конечно, спасением является наш мультипротектор, потому что он не содержит жиров вообще, при этом хорошую защиту имеет, то есть летом как раз можно использовать, либо для тех пациентов, кто, допустим, делает пилинги, да, кто не относится к пациентам с проблемной кожей. Можно при выраженной обезвоженности добавить в уход интенсивные средства такие, которые содержат ультрамолекулярную гиалуронку, гиалуроновую кислоту, это интенсив омоложение или 3D-увлажнение при гиперчувствительности, вот, но основой является противоспалительное средство, Демотен как уходовый препарат. Очень одна такая ошибка часто встречается, когда люди начитаются информации какой-нибудь на форумах, ну так вот по диагонали, и считают, что Демотен – это вот прям панацея от всего, купил стюбик Демотена за 400 рублей в аптеке и вылечишь третью стадию акне. Это, конечно, грубейшая ошибка, потому что гель Демотен – это действительно эффективное очень средство, оно содержит гиалуроновую кислоту, алоэ содержит, соответственно, успокаивающий иммуностимулирующий эффект, увлажнение от гиалуроновой кислоты, происходит сера, как противоспалительный компонент, да, профилактический, лечебно-профилактический, но он, конечно, не лечит запущенные какие-то акне и акнеформные дерматозы, да, или паплопостулезную стадию розаца. То есть он рекомендуется для ухода за кожей на фоне лечения, ну и, соответственно, потом в ремиссии. Значит, утром вот так обработали кожу, да, вечером обязательно очищение, причем тоник можно использовать уже со слабо кислым, PH, то есть с ахокислотами очень хорошо работает тоник, плюс он там себорегулирующий комплекс еще в составе, помимо кислот содержит. Вот, дальше мы наносим, если это первая-вторая стадия, достаточно золоиновой кислоты, то есть стопакне в качестве лечебного препарата, либо какой-то препарат, который назначил дерматолог. И после этого, если есть необходимость, да, мы наносим уходовое средство, да, здесь в данном случае можно и демотен использовать, а можно использовать скель пектиновый, который имеет кислый PH, тоже всю ночь, как говорится, лежит на коже и создает вот кислую среду, а кислую среду у нас не любят патогенные микробы, которые участвуют в процессе, в патогенезе, так сказать, воспалении, да, то есть пропионобактерии акне, и клейш-демодекс очень не любят кислую среду, любят щелочную, поэтому гель пектиновый хорошо использовать. Опять-таки можно сыворотки наносить. Единственный нюанс есть, если вам назначили, ну, в смысле пациенту назначили ретиноиды, да, то есть если топические ретиноиды используются, адепален, да, дефирин, клинзит, там, эфизел тот же самый, комбинация адепалена с бицелопероксидом, то есть топические ретиноиды. У них есть свои нюансы, то есть их нельзя наносить на влажную кожу, поэтому нужно наносить вот этот препарат, если он назначен, после тоника через полчаса, если же нам нужно потом, они очень подсушивают кожу, раздражают кожу, если нам нужно компенсировать вот эти побочные эффекты при помощи применения увлажняющих средств, тот же самый гель пектиновый, например, да, мы будем наносить уже только через час после топического ретиноида какого-то назначенного, в отличие от обычной там стоп-акне с излайной кислотой или метронидозол, или того же самого геля салантра, ну, после которого можно нанести, ну, практически сразу как впитался. Вот, а если назначены топические ретиноиды, тот или иной препарат, то там нужно соблюдать вот эти правила, чтобы минимизировать раздражающие действия этих ретиноидов, да, то есть через полчаса после умывания тоником наносить и остальные средства наносить, если они необходимы, да, только через час после того, как нанесли этот ретинол. Значит, два раза в неделю отшелушивание у таких пациентов, энзимная маска под пленку, никаких массажей, самомассажей по ней, естественно, после этого можно глиняные маски, которые в домашний уход пациент берет, тоже наносить, единственное, чтобы это лучше, чтобы это была ли профессиональная какая-то косметика, или хотя бы аптечная, потому что если он будет разводить там какие-то порошки за 3 рубля, купленные в аптеке, непонятно, чем обсемененные, то он себе, как говорится, еще хуже сделает, поэтому без фанатизма. И, соответственно, декоративную косметику мы отменяем, гигиену всю, ну, это об этом вы все знаете, и я об этом уже миллион раз говорила, да, про одноразовое полотенце, наволочки и, в общем, все остальные гигиенические принципы. Вот, что касается при наличии постакна, если ремиссия, да, там уже противоспалительные средства, лечебные, как правило, не используются, можно использовать для ухода, опять-таки, гелевые текстуры и текстуры с какими-то, например, компонентами сосудистыми, интенсивно увлажняющими, очень хорошо при постакне использовать те средства, в которых есть, например, солерапан, то есть дренирующий компонент, это гель тонизирующий, гель пектиновый, то есть, в принципе, все легкое, все желательно с чем-то противоспалительным, да, но уже без, как говорится, активных средств. Тоже мягкое очищение, обязательно тоники для восстановления ПАШ и обязательно отшелушивание. Отшелушивание можно комбинировать с глубоким увлажнением для восстановления кожи. Вот как раз, кстати, очень хорошо пробиоскин будет на этапе ремиссии, особенно после курса в каких-то антибактериальных препаратах, антисептиков, тех же самых ретиноидов, которые хорошо, скажем так, в обратном смысле, на микробиом действуют негативно, да, то есть удар большой по микрофлоре наносит, восстанавливать ее. То есть здесь уже, как говорится, можно, например, когда делают энзимную маску с целью профилактики гиперкератоза, комбинировать, после нее нанести, например, акоудовольствие на 20 минут толстым слоем и тем самым увлажнить кожу и дополнительно хорошо подействовать на сосуды. Вот из декоративной косметики, соответственно, уже ее постепенно можно внедрять, да, когда есть уже ремиссия, да, но стараться притерживаться текстурой фри, минеральных пудр, какие-то локальные корректоры вместо толстого слоя штукатурки, то есть все-все по минимуму, и обязательно дезинфекция аппликаторов, которые используют лучше, конечно, все одноразовое, да, вместо кистей ватные диски, да, в идеале, да, ватные палочки вместо аппликаторов, но понятно, что кто-то любит профессиональный макияж, профессиональными какими-то средствами, да, и эти кисточки, конечно, надо замачивать в антисептиках, высушивать регулярно, и, собственно, вот это вот тоже важный момент. Вот, наверное, все.